всем привет доброе утро у нас очень зелено поют птички кто-то зелено сейчас вам покажу но у нас был дождик это не очень приятно скажем так как вы поняли я уже в трём роге я приехала вчера но сегодня уже сегодня сегодня пятница меня когда я выложу это видео как оказалось у меня дома нет интернета эта проблема так и не решилась пока меня не было поэтому в этом и проблема я хотела еще поработать полазить посмотреть но вы мне это не получится сейчас еду навестить бабушку и дедушку все-таки знаете я наверное это вам тоже покажу очень долго приходила решалась ну вот все таки решилась очень классно зелено было бы еще лучше если вы было бы солнце каштаны цветут но увы не все так хорошо бывает погоде конечно очень близко воде в серой свои кроссовки других у меня нет поэтому поэтому будем рисковать так сказать сегодня я думаю что сделаю одно откровение на и признание прям сейчас уже очень волнуюсь но будем деться что все будет хорошо стараюсь вам снять и показать всех открыть душу надеюсь не в последний раз все ребята я приехала купила цветы лампатку можно там на месте покажу потому что нужно мне так здесь смотрят к нему малышу но смотрите в чем я иду она то грязно я решила все таки купить бахилы со стороны конечно смотрится не очень вот кстати проход на кладбище через дачи уйди и оси бахилы не по паре продаются по 5 пар и отсюда с выйти смогу нормально только ребята приходится идти и должна бы я буду сдачу иметь значит знаю что рядом кладбище вам не скажу вообще вначале мужчина себе бизнес сделал тем что у него стоят и лампадки настоящие цветы не настоящий как я не люблю грязь там мне не очень нравится неудобно выручила бабушку не оставались эти два букета ну понятно дело что уже не первой свежести но не жалко страна где уже хочу домой скажи помидоры полывать я решила ее выручить это кладбище прилично надо пройтись я иду с вами для одной иногда бывает страшновато вот именно проходка до кладбища уже потом чувствую себя абсолютно спокойно и нормально не знаю у всех ли такое ощущение на кладбище эти колюжи это тоже очень нравится вот эти вот эти которые у меня вот они тут вам начали идти потому что я очень-очень давно здесь не было за это себя честно говоря корю за что к я могу одеть светлые кроссовки и даже на том не отца на бахилы одела извините я не готова запачканном люди что я иду-иду но мы никуда не надо было сворачивать здесь что я выйду туда куда мне надо ни одной не души там кто-то так роется хотела все ребята спросить одно я же не услышала в комнате знаете такой шорох с крыши могут быть ли в живых домах на на крыше мыши или крыса что-то такое напишите мне пожалуйста что может у меня люки какие-то не знаю уже так вот скоро мы уже выйдем я иду сейчас к бабушке и дедушке главное вспомнить поворот потому что один я помню один сожалению нет очень много птиц я считаю что у меня раньше такого не было чем это связано может все таки с тем что чувствует то что я хочу вам рассказать и рассказать именно здесь в ком-то другом месте буду искать дальше знаете такое ощущение что здесь очень-очень-очень много людей они не давят на тебя просто дурное чувство ты наконец-то сюда и дошло бабушка если бы в павловна и мы и дедушка никогда их не показывала разве что на фотографиях я уже сюда пришла я уже сразу плачусь эту историю которого я хочу вам рассказать и на нас это не расскажу не здесь я не смогу здесь это сделать цветы поставить это приходили на той неделе мама тети на был ветер упал и ставили свечки только не получилось зажечь потому что видите даже сейчас не получится она мокрая я купила одну лампадку поэтому поэтому я зажгу эти очень красивые знаете прошло шесть лет надо было тряпочку кота за прошло шесть лет я до сих пор давно не могу это принять пропустить через себя знаете два года вот после того как это случилось я не верила что это правда я думала что это какая-то ошибка я искала ее в толпе и потом когда я уже окончательно приняла что это не ошибка оставить цветы знаете что-то рассказывать что-то говорить мне кажется как было в жизни была такая ситуация это умирали близкие люди каждый по-разному это воспринимал по-разному принимал этот факт я хотела рассказать вам эту историю глядя вам в глаза наверное расскажу я так сказать за кадром потому что глядя в глаза вряд ли получится нужно закинуть вот помните когда тут говорю о вам о том что у меня очень сильно изменилось после 15 лет она так и есть ну что в 15 лет я потеряла бабушку как это произошло могу вкратце сказать я ну как это произошло там всякие болезни этого рассказывать не будут у всех по-разному происходит я просто помню этот день я сидела за компьютером тот момент я очень увлекалась творчеством они ворок и там делал какие-то фотографии обрабатывала уже я не помню что конкретно делала и звонит мне мама и говорит о том что бабушки больше нет том что она умерла я помню что этот момент я бросила трубку и и упала на пол и очень долго билась об пол крича и говорят что нет это неправда такого не может быть вот я четко помню что было в день в хорону он был через через день по моему если я не ошибаюсь вот в гробу лежала тело и я смотрела плакала там люди подходили как-то утешали но я понимала что мне этого не нужно и потому что я четко себе говорил о том что нет это неправда такого не может быть просто не может быть большая церемония до которой должно пройти мы все поехали на это кладбище на тот момент здесь еще была только одна выкопана могила дедушка тогда еще был живой я помню мне дали фотографию бабушки я когда весь день ее проносила я ее не отпускала и и я помню когда ну вот здесь чтобы вы понимали местность сейчас вам покажу ну вот там карьеры шахты там болото вот дальше 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 отсюда и и я помню вот стук камней это такое красные такие породы красный песок это не земля вот это биение камней а крышку гроба вот это я конкретно помню и знаете я понимаю что это наверное не забудется никогда это всегда останется со мной я сейчас не хочу вызывать у кого-то жалость или что-то еще нет я просто рассказываю как было я просто помню что конкретно это событие это все изменило мою жизнь и я все это помню и потом в течение вот этих двух лет бабушка не один раз приходила ко мне во сне что-то не хочет заживаться что такое он сейчас не обжечься вот сразу в общем я не смогла рассказать так как я вам планировала это рассказать но я хочу сказать одно берегите своих близких любите их потому что и самое главное правильно воспринять того что человека не стало ну так бывает это жизнь и и ты ты ничего не можешь изменить к сожалению не знаю буду ли я выпускать это видео или нет тяжело сейчас что-либо делать чего ж ты не горишь-то ну там недавно мне писали о том что вот ты такая мнительная такая потому что тебя воспитала бабушка знаете а я горжусь тем что меня воспитала именно бабушка это самый дорогой человек устро у меня был после мамы конечно и дедушка бабушка была каменщиком что потухаешь но загорелась загорелась ура ребята горит а дедушка был а дедушка был а дедушка был скажем кем сейчас ребята я обожлась а дедушка был водителем таких знаете ну как ну не дальнобольше но вот таких больших машин вот я хочу сказать что у меня наверное самое счастливое детство я так могу его назвать потому что у меня было у меня были все близкие рядом все близкие были здоровы все близкие были счастливы и вот только сейчас по истечению многого времени я это понимаю что это и есть счастье что это есть радость в жизни горелась тоже тоже все просто загорелась и что больше ничего не надо если у тебя близкие счастливы здоровы если у тебя все хорошо то больше ничего не надо и никакая критика знаете никакие вот тролли хейтеры честно даже то что у меня есть сейчас я бы все отдала лишь бы вернуть этих людей я уже говорила о том что я когда то хотела я думала что так получится что если меня не станет то эти люди вернутся но это были всего лишь иллюзии не зажигаются не зажигаются сейчас попробую горит, да? горит, ребята не тухни, пожалуйста приставай вот так вот горит все свечки горят на удивление у нас обычно здесь не зажигаются как-то так жизнь ценить надо она очень-очень короткая и все вот эти, знаете, слова все поучения других людей оно все перекрывает перекрывает все ладно, ребята, я тут немножко еще посижу и пойду домой смотрите там, смотрите там далеке то том о чем я вам говорила то есть здесь до 12 надо приходить иначе будешь будешь дышать вот вот-вот таким и этим люди дышат всю жизнь твоей в этом городе черная дымка, видите? я ухожу, я знаю, что здесь много собачьих лапок печаток, здесь очень много собак я ухожу, я знаю, что нельзя назад оборачиваться и я стараюсь этого не делать все похило я не меняла свои выброшу их, когда уже выйду поеду домой как-то сегодня было под руком ну я сюда ходила по-моему одна несколько раз вот сегодня что-то и старалась не плакать сегодня что-то меня пробрало поэтому извините за чересчур эмоциональное видео спасибо 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 и